МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Регион 12. Интернет-версию нашей программы можно найти на сайте tvregion12.ru, а также в группах телеканала в социальных сетях. В студии Виталий Рыжков. В Мариел в текущем году появится не менее 500 новых мест в детских садах. Только в Ежкороле и пригородах сейчас идет строительство четырех новых дошкольных образовательных учреждений. С ходом работы ознакомился глава Мариел Александр Евстифеев. Ближайший пригород Ежкоролы, поселок Знаменский. Именно отсюда начал инспекционную поездку по строительным площадкам руководитель региона. Несмотря на то, что возведен только первый этаж, подрядчик уверяет, что строители уложатся в срок, и в декабре этого года детский сад распахнет свои двери. Всего здесь будет 125 мест, что с лихвой покрывает потребности поселка. У нас, получается, все инженерные сети нужно смонтировать. То есть у нас, получается, отделочная работа осталась плитка, уже подвесить смеселя, смеселя поставить двери и все. А это уже Ежкорола, микрорайон «Мирный». Удивительно, Ногин план не предусматривал строительство детских садов в этой быстро растущей части города. Напомню, что решение было принято минувшей осенью. Дошкольное образовательное учреждение сразу на 200 мест разместится на первом этаже жилой многоэтажки. На данный момент строители заканчивают внутренние отделочные работы. Особое внимание – безопасности во всем. Добавлю, что по планам детский сад в Мирном будет открыт уже к новому учебному году. Вход в детский сад будет в противоположной стороне дома. Он не будет соприкасаться с входной группой в жилую часть. А вот к новому календарному году двери нового детского сада, который также разместится на первом этаже многоквартирного дома, переступят юные жители поселка Руэм. Дошкольное учреждение рассчитано на 70 мальчишек и девчонок, что в большей степени, но еще не до конца, снимает с повестки дня вопрос нехватки мест. Кроме того, еще один детский сад в декабре месяце будет открыт на улице Полевой в Медведеве. На всех объектах Александр Евсифеев требовал от строителей неукоснительно соблюдать сроки сдачи объектов, выполнение всех предписаний по нормам безопасности, благоустройства прилегающих территорий и подъездных путей. Качество достойное, проекты очень хорошие. Они соответствуют современным требованиям безопасности, в том числе и пожарной безопасности. Это просторные светлые помещения, обеспечены кухней, обеспечены спортивными залами, высокие потолки, теплый пол, хорошие оконные блоки. В общем, условия для того, чтобы дети росли и развивались, предусмотрены все. И нисколько не сомневаюсь, что качество будет выдержано. Теме строительства детских садов была посвящена встрече Александра Евстифеева с подрядчиками, главами профильных ведомств, руководителями муниципальных образований. От местных властей глава региона потребовал держать в резерве сразу несколько площадок, где в будущем могут быть построены новые детские сады и школы. При этом эти территории должны находиться не абы где, а там, где действительно нужно. А от строителей Евстифеев ждет, цитирую, «зрелых поступков», то есть не только участия в жилищном строительстве, но и участия в социалке, в строительстве школ и детских садов. В Мариел начинается ремонт дорог. Так, на ремонтные работы на федеральных и региональных автострадах будет выделено около 350 миллионов рублей. На эти средства будут отремонтированы участки на Казанском и Кокшайском трактах, а также несколько дорог местного значения. Кроме того, из регионального бюджета планируется выделить еще около 73 миллионов рублей на приведение дорог республики в нормативное состояние. Эти средства пойдут на косметический ремонт, укрепление обочин и замену барьеров на некоторых участках. Особое внимание в текущем году будет уделяться ремонту дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов. Пожарная безопасность в городах и селах, прохождение весеннего паводка и предстоящий сезон лесных пожаров. На внеочередном заседании правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям глава Мариел Александр Евстифеев потребовал отчета у профильных министерств и ведомств. Дело в том, что количество пожаров и число пострадавших и погибших в огне выросло по сравнению с прошлым годом. Основной вывод – надо бороться с причинами, а не исправлять последствия. Все подробности далее в нашем сюжете. Количество пожаров в республике по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 17,5%. 183 возгорания унесли жизни 9 человек. Горят в Мариел в основном жилые дома, преимущественно частные. Ссылки на то, что там проживают асоциальные элементы, злоупотребляющие алкоголем, а также веселятся вахтовики, приезжающие на отдых заработков, проблему не решают. Ведь на месте неисправные печи, дымоходы, электропроводка, неправильное использование нагревательных приборов. Тем не менее, главный способ борьбы с такими пожарами остается прежним – профилактическая работа. Две недели неустанных напоминаний о безопасности перед Новым годом дали отличный результат. Серьезных происшествий не было. Тем не менее, со временем придется отходить от печного отопления и использования котельных, работающих на твердом топливе. Это и большие торговые центры. Министр строительства предложил внести законодательные изменения в градостроительный кодекс страны, поскольку сейчас перепланировка уже принятых сооружений и их профиля не регламентируется. У нас принята свободная планировка торговых площадей. То приняли объект, а потом начинается перепланировка детские площадки, кинозалы и так далее. Вот это тоже в корне надо десекать. Свои коррективы в это предложение тут же внес глава республики. Тема изменения законодательства. Михаил Павлович согласен полностью. Регламент наших действий через аппарат полпреда. Надо обращаться, чтобы аппарат полпреда определил, кто войдет в законодательные инициативы. Ни вы, ни я. Правом законодательной инициативы мы не обладаем. Наше госсобрание обладает. Поэтому вариант через наше госсобрание, да, но, наверное, серьезнее, если через аппарат полпреда. Поскольку законодательные инициативы требуют определенного времени, то профилактика на сегодняшний день остается пока самым действенным способом обеспечения пожарной безопасности. Что же касается весеннего паводка, пик которого, по прогнозам, должен прийтись на майские праздники, то зоны подтопления остаются прежними. В сфере внимания Ишкар-Ала, Волжский, Звениговский и Медведевский районы. Вызывает опасения и состояние Куйбышевского водохранилища. Сейчас там не хватает резервных емкостей для пропуска талых вод. И здесь тоже помощь может оказать аппарат полпреда президента в Приволжском округе. Отдельно шла речь о рыбаках и любителях беспечно прогуляться по весеннему льду. Спасение теперь им действительно дорого обойдется. Денег в бюджете на подарки рыбакам нет. Достанем, да, это святая обязанность. Потом или добровольно возмещает, обеспечивайте доказательства тому, сколько эта радость стоит. Не хотят добровольно, в судебном порядке взыскиваем. Никого за здорово живешь, республика не работает спасателем. Бюджет республики не имеет статьи для того, чтобы доставать гостей с Волги там или с других водоемов. Пусть это ни для кого не будет новостью. Подарков не будет в этом году. Что же касается предстоящего пожароопасного сезона, то здесь необходимо максимально задействовать систему лесной дозор и в перспективе расширить ее функции. Имеет смысл активнее пользоваться беспилотниками и помощью парашютистов-спасателей. В силе и сезонное закрытие лесов. Отдельно отметили перспективы развития страхования от пожаров и подтоплений. Всеобъемлющий комплекс необходимых мер намечен. И как совершенно справедливо отметил глава республики, пожары на территории Мариэл в майские праздники нам не нужны. В мэрии Йошкаралы состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций под председательством первого заместителя мэра Антона Трудинова. На заседание пригласили собственников и арендаторов, руководителей торговых и культурно-развлекательных центров, крупных магазинов и комплексов столицы Мариэл. Как отметили участники совещания, за минувшие пять дней в Йошкарале прошли проверки шести торговых центров. Ёлки, Плазы, Планеты, Планеты мебели, 21 века и Аякса. И работы по проверке будут продолжены. Собственникам торговых центров рекомендовано при заключении договоров на охрану объектов направлять сотрудников предприятий, обеспечивающих охрану, на курсы по обучению пожарному минимуму. Кроме того, рекомендовано увеличить количество речевых сообщений и рекламных роликов о правилах поведения при угрозе пожара, а также порядке эвакуации из здания, проверить состояние эвакуационных путей, систем пожарной сигнализации и систем лифтового хозяйства, а также вентиляции. С персоналом торговых центров будут проведены занятия на знание правил пожарной безопасности. Проведут и внеплановые учебные тренировки по отработке действий в случае ЧАЭС. С 1 апреля вступает в силу закон об установлении ограничений на продажу алкоголя в Мариел. Согласно закону, розничная продажа алкогольной продукции в республике будет запрещена с 22 часов до 9 утра. В отдельные дни, которые приходятся на детские и молодежные праздники, а это 25 января, 1 июня, 27 июня, 1 сентября и 17 ноября, запрет на розничную продажу алкоголя будет действовать в течение всех суток. Ограничения не коснутся заведений общепита. Напомню, новый закон принят депутатами Госсобрания Мариел в феврале текущего года, и он будет действовать до 1 апреля 2020 года. ТНС «Энерго Мариел» обращает внимание своих клиентов, жителей города Вешкар-Лы, на то, что в работе офиса в компании произойдет ряд перемен. Они затронут только потребителей из числа физических лиц. С мая приемы обслуживания клиентов физлиц будет осуществляться в самом большом, комфортабельном и технически оснащенном офисе в Архангельской Слободе. Платить за свет легко. Этот лозунг компании ТНС «Энерго Мариел» давно и реально воплотился в жизнь. Офисы компании расположены в удобных местах и осуществляют весь спектр услуг для населения. В работе компании, как и в жизни, происходят изменения, поэтому энергетики спешат оповестить о них своих клиентов. С 28 апреля мы прекращаем приемы обслуживания потребителей в центре обслуживания клиентов, расположенном по адресу город Ишкар-Лы, улица Красноармейская, 99А. Все вопросы, консультации жителей Ишкар-Лы, также гости столицы могут задавать в центре обслуживания клиентов на Архангельской Слободе, дом 5. Отметим, что теперь в офисе на Красноармейской 99А будут обслуживаться только юридические лица, а выделение для потребителей и физических лиц отдельного офиса в самом центре столицы имеет ряд преимуществ. Это и транспортная доступность, большие возможности для приема платежей и оказания различных услуг и консультаций. Центр обслуживания клиентов представляет полный спектр услуг компании. Это не только от приема платежей и передачи показаний, но и переоформление договоров, выдача всевозможных справок. Можно записаться заранее на прием, воспользовавшись услугами нашего сайта или придя сюда и выбрав терминал электронной очереди. Платить можно как в кассе, так и в терминале. Платежи абсолютно без комиссии, без дополнительных переплат. Еще один важный момент. С недавнего времени Центр обслуживания клиентов ТНС «Энергомарил» на Архангельской Слободе принимает абсолютно все коммунальные платежи, в том числе и плату за детские сады. Что немаловажно, без комиссии и переплат. На этом спектр услуг, которые предоставляются клиентам, не исчерпывается. Довольно длительное время в наших кассах предлагаются коробочные продукты Росгостраха. Можно придя получить консультацию, приобрести страховку. Довольно дешево и доступно. Ну и самое главное, за гарантией безопасности для своего имущества. Компания ТНС «Энергомарил» всегда рядом со своими клиентами. И главная ее задача – предоставить такой спектр услуг, чтобы платить за свет было не только легко, но и комфортно. Выбрать с умом. Не секрет, что у каждого из нас есть право самостоятельного выбора страховой медицинской компании и оформления в ней полиса ОМС. Однако далеко не все компании одинаково эффективно готовы защищать права застрахованных. В числе лидеров САГАСМЕД. Какую помощь здесь могут и готовы оказывать страховые представители. Накануне 20-летнего юбилея САГАСМЕД в организацию заглянула наша съемочная группа. Не знаете, как защитить или отстоять свои права в системе обязательного медицинского страхования? Достаточно обратиться к страховым представителям той компании, где вы застрахованы. Они эффективно взаимодействуют с гражданами и помогают при появлении любых затруднений. В перечень обязанностей страховых представителей входит консультирование и помощь в выборе врача. Контроль качества медицинской помощи, оказанной в рамках системы обязательного медицинского страхования. Также страховые представители информируют застрахованных о прохождении диспансеризации и профилактических осмотров. Первый этап проекта, тогда приступили к работе страховые представители первого уровня, стартовал в июле 2016-го и включал лишь консультационное сопровождение обратившихся на этапах оказания им медпомощи. Чуть позже, в 2017-м, к работе подключились страховые представители второго уровня. Они способны решить уже более сложные, нетиповые задачи. И с января 2018-го страховые представители третьего уровня проводят экспертизу качества лечения и определяют, были ли нарушены права пациента или нет. В поликлинике лечащий врач дал мне направление на определенное обследование, но при этом меня попросили их оплатить. Для того, чтобы разобраться, обоснованы ли платные услуги, я обратилась в службу защиты прав застрахованной страховой компанией «Согазмед». Мой вопрос был решен быстро. Денежные средства были мне возмещены в срок. Сегодня компания «Согазмед» вышла на новый уровень защиты прав в сфере ОМС. Так, врачи-эксперты и юристы компаний легко помогут разрешить спорные ситуации между пациентами и медиками. За 2017 год в наш филиал поступило 12 913 обращений, в том числе 16 письменных. Также за 2017 год было рассмотрено 13 жалоб, и по результатам проведенных экспертиз медицинской помощи, 10 из них были признаны обоснованными. Наиболее часто встречаются жалобы на качество медицинской помощи, а также на взимание денежных средств за медицинскую помощь по программе ОМС. «Согазмед» – одна из крупнейших российских клиент-ориентированных компаний. Это проверенный временем надежный защитник интересов застрахованных при получении бесплатной медицинской помощи в системе ОМС. В апреле 2018 года страховой медицинской компании «Согазмед» исполняется 20 лет. Региональная сеть компаний насчитывает более 640 подразделений на территории 40 субъектов Российской Федерации. Количество застрахованных – более 19 миллионов человек. Агентство «Эксперт.РА» подтвердило рейтинг «Согазмед» на уровне А2+, что говорит об исключительно высоком уровне надежности и качестве услуг компании. Проконсультироваться по всем вопросам, связанным с полисом ОМС, можно по адресу в Ёжкороле, улица Успенская, 17, 4 этаж, телефон 41-23-21. Круглосуточную консультацию специалиста можно получить и по единому федеральному номеру 8 800 100 07 02. Звонок по России бесплатный. Это были новости на телеканале «Регион-12». Выпуски новостей на марийском языке смотрите в полседьмого утра. Интернет-версия программы на сайте tvregion12.ru, на нашем ютуб-канале, а также в группах телеканала в социальных сетях. В студии был Виталий Рыжков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова